ребят всем привет добро пожаловать на канал ну что мы сегодня поговорим про 10 вещей которые нужно сделать из вашей страны перед тем как приехать в турцию а вы знаете что нужно сделать подписаться на канал поставить это видео лайк обязательно не забывать про колокольчик ну что поехали и так первое чего бы я на хотел начать это медобследование вашей стране где вы находитесь я прекрасно понимаю что если у вас ничего не болит у вас зубы не болят и вообще в принципе чувствуете себя шикарно и вам там 20 лет и вы на энтузиазме готовы ехать в другую страну погорять в любом случае очень рекомендую это сделать по одной простой причине что здесь в турции очень дорогие страховки и нет тех должных специалистов которые вы знаете с детства допустим ваши родители знают куда вас отвезти или вы там у кого-то обследовали своего врача однозначно стоит сделать у себя в стране за исключением конечно стамбула если эти в стамбул то в любом случае за большие деньги ну не за маленькие деньги в любом случае то найдете своего доктора но тем не менее я рекомендую вам это сделать у себя в стране второе то чтобы я рекомендовал это сделать генеральную доверенность на ваших близких родственников по одной простой причине что да в принципе лету вам будет там внутри четыре часа пять часов до от турции до вашей страны но тем не менее вы первое время будете приезжать прийти сюда работать социализироваться и тратить деньги на перелеты и время на это однозначно не стоит поэтому однозначно стоит сделать генеральный доверенность третье на чем бы я хотел остановиться это сделать опасу себя на родине только постели это вы постелируйте заверяете у себя в госорганах свой оригинальный документ его нужно сделать если вы женаты на свидетельство о браке если у вас есть дети на свидетельство рождение ребенка если у вас есть диплом о высшем образовании то сделать обязательно тоже нужно объясню почему если вы решите приехать и защищать свой диплом то вам любом случае нужен будет апостиль если вы падете в гонг ген консульство вас это будет процесс очень долгие и ну не совсем приятным и в любом случае я рекомендую делать это у себя на родине сделать это заранее и самый главный момент что вы сохраните свои нервы еще такой момент если у вас есть такие документы как свидетельство о рождении свидетельство о браке вы будете делать документы на временном проживании и это тоже займет очень много времени через генкольство поэтому сделать это лучше заранее четвертый момент для меня он самый важный момент это запас финансовая финансовая подушка в любом случае должна быть в любом случае вы приедете будете снимать квартиру вам нужно будет деньги на первое время вы должны бы обустроиться найти новых друзей найти новую работу и по мне финансовая подушка это наверное если мы говорим про турцию это наверное от 1000 долларов чтобы снять квартиру или можете подселиться кому-нибудь в комнату если вы один это будет конечно же дешевле соответственно по мне это будет минимум 1000 долларов если вы нормальным если у вас есть возможность такая заработать все на родине конечно взять больше да там две три тысячи четыре тысячи долларов лишние деньги никогда не бывает неизвестно какая может быть ситуация в новой стране пятый пункт изучение языка удаленно заранее за полгода однозначно даже если вы не знаете турецкий хотя вы должны знать английский в турции немногие люди знают английский но тем не менее курортных местах все знают английский очень хорошо на хорошем уровне в любом случае вам приезжать нужно социализироваться снимать квартиру вам нужно будет как-то изъясняться в магазине любом случае лучше изучить английский язык на каком-то уровне тот язык который вы знаете который вы общаетесь в школе это понимают только те кто с вами учился в школе и ваши соседи здесь этого никто не понимает даже если говорят говорить о русском комьюнити она не такое большое и на самом деле лучше социализироваться среди турецкого населения на английском или на турецком поэтому подумайте об этом заранее и учите язык хотя бы за полгода самые основные слова чтобы можно было изъясниться 6 пункт изучите город куда вы едете лучше это сделать на всевозможных соц сетях да если посмотрите блогеров youtube блогеров их много кучу это тем более в алане вообще их очень много посмотрите блогеров изучите что они говорят разные блоги в по-разному трактуют в любом случае делать выводы вам изучить инста блогеров есть телеграм-каналы есть группы фейсбук все эти инструмент так скажем можно применить посмотрите чем вы можете быть полезны этому городу 7 пункт научитесь ездить на машине получить у себя на родине права это очень важно вам кажется что это фигня полная на самом деле вы научитесь 1 хорошо ездить вы сдадите на права вы будете знать все правила пдд и очень важно что в право будет получить у вас на в родине очень проще чем в турции расстояние здесь турции не маленькие какое-то время поживете поймете что нужно купить автомобиль и в любом случае тебе вам нужно быть права поэтому лучше задуматься это у себя на родине восьмой пункт начинайте искать работу удаленно найти работу можно будет удаленно в сетях отелей если мы говорим про средиземноморье или одесской побережье пабликах в телеграме и фейсбук-группа в любом случае лучше это делать заранее по приезду в любом вы можете конечно и найти но вам потребуется время и немало усердить чтобы найти поэтому лучше это сделать удаленно и не тратить на это время уже здесь может быть приехать и на первое время работу подыскать потом я поменять но тем не менее лучше сделать это удален следующий пункт немаловажно начинать ознакомиться удаленно с местными жителями в любом случае если у вас возник какой-то вопрос сначала изучите его чтобы не получить кучу хейта чтобы типа нифига не знаете сначала изучить этот вопрос если у вас останется вопрос вы можете написать тому или новому человеку в фейсбуке или ютюбе там или в инстаграме и он есть адекватно он всегда ответит это вообще не проблема это будет первое знакомство первые ваши связи уже на новом месте в любом случае это сделать лучше еще на у себя на родине задумайтесь о том что вам нужно два случае нужно быть знакомые друзья если что-то вдруг спросить чтобы у вас был кто так что кому вы напишите это очень важно никто об этом не думает думать что ладно поеду как-нибудь там уже разрулю поэтому имейте ввиду и последний десятый пункт начинать искать жилье у себя на родине удаленной конечно же очень важно важно где вы будете проживать первое время это может быть не самое лучшее жилье то может быть комната это может быть только место где-то но тем не менее на первое время чтобы приехали где-то жили лучше поискать жилье где искать тех же facebook группа тех же telegram пабликах и соответственно можно есть такой сайт я его оставлю в описании сакебиндэ называется в турции там от собственников типа авиты в россии можно в этих сайтах можно поискать в этих соц сетях поискать заранее понятно что вы приедете социализируетесь немножко времени пройдет и вы снимите уже более-менее хорошую квартиру спасибо снимите более-менее хорошую квартиру поэтому в любом случае вам нужно будет это сделать у себя на родине удаленно это очень важный пункт что друзья это были самые важные пункты которых нужно задуматься до переезда в турцию в любом случае я надеюсь и уверен что вам было полезно благодарю вас что досмотрите до этого момента ставите лайки пишите ваши комментарии подписывайтесь вам это ничего не стоит а нам это приятно еще увидимся в следующих роликов пока пока